МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько десятков лет назад и даже 10 лет назад в моде была индивидуальность. И девушки были индивидуальны, не похожи друг на друга. Сейчас, к сожалению, многие стремятся к тому, чтобы всем одинаково надуть губки, сделать одинаковые бровки, отреставрировать или сделать себе новый носик. И девушки становятся похожи очень друг на друга. Понятие идеального тела в сознании людей постоянно трансформировалось. Архетипы напрямую зависели от общества, искусства и бытовавших в те времена устоев. Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд – одни из популярных секс-символов 1950-х годов. Сегодняшние стандарты 90-60-90 обозначили бы этих дам как толстушек. Все в этом мире приходящее. С появлением на подиумах британской модели Твиги идеал красоты радикально изменился. Миром стал править образ мальчишки с детским выражением лица, а вес снизился с 65 до 40 килограммов. В 80-е на Западе заговорили о фитнесе. На подиум вышли женщины с мускулами. В 90-е на подиум выходит Кейт Мосс. Ее прямоугольные плечи и талия, которую можно было перехватить руками, стала эталоном красоты и стиля. Как видим, идеальный вес – это временное заявление. Женская красота – это сила, которая завораживает, вдохновляет на подвиги, иногда лишает чувства разума и даже пугает, и уж точно не оставляет равнодушными мужчин. Каждая эпоха приносит своих кумиров и свои эталоны красоты. Кто диктует эту моду и что нас ждет дальше, мы и попытаемся выяснить. Чтобы стать мисс Могилев 2016, Юлия Муштукова прошла не один кастинг. Работала над собой, придерживалась правильного питания, занималась спортом. Девушка уверена, сегодня, чтобы быть успешной, нужно быть в форме, соответствовать стандартам. И, к слову, это не 90-60-90, а в модельном бизнесе гораздо меньше. Пытаюсь ходить как-то в спортзал, дома заниматься, бассейн. А для чего вам вообще это нужно? Ну, чтобы поддерживать хорошую форму и выглядеть красиво. У каждого свой идеал. Кому-то нравятся пухленькие толстушки, кому-то нравятся худенькие девочки. Ну, это каждому свое, но, конечно же, парни любят девушку в форме, это понятно. Чтобы не сильно худая и не сильно толстая. Специалисты подтверждают, за подтянутым телом прекрасный пол с троем идет на всевозможные тренировки в спортзалы и бассейны. Девушки, когда приходят в зал, и они у меня тренируются, у меня сердце радуется, когда они приходят в ту или иную форму, приходят с улыбками и видят результат свой. То есть это очень приятно. И девушки, конечно же, сейчас стали лучше. Намного. Меньше стало я видеть, что они курят. Больше сейчас начинают двигаться. Вместе с тем все больше в обществе теперь ценится индивидуальность и изюминка. Потому что барышни стали увлекаться пластикой. Рейтинг стран, где проводится наибольшее количество пластических операций, вот уже который год возглавляют Соединенные Штаты Америки. Например, в 2014 году здесь было проведено более 4 миллионов пластических операций. Второе место занимает Бразилия. На третьем — Япония. В Беларуси наиболее популярны круговая подтяжка лица, блефоропластика. Далее по популярности идут увеличение груди и липосакция. Не нужно сейчас изнурять себя большими физическими нагрузками, полгода заниматься в зале. Сейчас для того, чтобы изменить, уменьшить объем живота, талии или бедер, достаточно прийти к пластическому хирургу, заплатить несколько миллионов, потерпеть буквально пару недель. И вы... И в чем красиво? Ну, по крайней мере, лучше, намного лучше и эффект намного ярче, чем при изнурительных занятиях в зале. Человек меняется психологически, то есть он становится более раскованным, более свободным. А какой-то мелкий даже, незначительный комплекс даже у симпатичного человека, он просто мешает жизни. А вы отговариваете вообще девочек? Если видите, ну что, все у нее хорошо, нет, я еще хочу себе там что-то сделать. Мы абсолютно отговариваем, практически никого не записываем на первую консультацию, на операцию. То есть только если явный дефект или большие отстоящие уши или какие-то... Ну, явный дефект тогда может быть. С первого раза мы всех, я настаиваю, чтобы человек подумал хорошо, посмотрел информацию в интернете, понял, что никакого волшебства в пластической хирургии нет, что это обычная хирургия, которая все идет через разрезы, через боль, через послеоперационное осложнение, возможно. И поэтому тот тоже повторно перезванивает, приходит на консультацию и настаивает на операцию. Только тех мы берем на операцию. Правда, некоторые, однажды попробовав, не могут остановиться. Начинают искать все новые и новые изъяны и стараться их изменить. 26-летняя британка, чтобы измениться, спустила на операции уже 15 тысяч долларов, и ей удалось заполучить совершенно кукольную внешность. Такие люди, исправив один дефект, находят потом у себя другой дефект. Исправляют второй дефект, находят третий дефект. Исправляют третий, находят четвертый, а потом исправляют дефекты, которые возникли вследствие пластических операций. То есть это пациенты, которые страдают невротическими состояниями. По современной классификации это расстройство называется дисморфофобия. Искаженное восприятие морфологии своего цена. Такое расстройство можно вылечить за 10 сеансов, говорит Александр Бавылев. Только тогда пластические хирурги останутся без работы, да и косметологи тоже. Такое увлечение пластикой устраивает обе стороны. Большинство девушек следует тенденциям моды, и все хотят большие пухлые губки, большие очерченные выраженные скулы. Вот это основная тенденция. Да, то есть вот прям приходят и говорят... Да, приходят и приносят еще фотографии. Хочу вот такие губы, как Анжелина Джоли, и скулы, как еще известная какой-нибудь актриса. Даже так. Кстати, конкурсы красоты пластическую хирургию не запрещают. У нас сейчас такие идеалы красоты – это молодость, это, так скажем, девичья фигура. Но природа неуклонна. Красота женщины, которая родила детей, отличается от красоты юной девушки. А то, что нам транслируется, это транслируется молодость и красота. И для того, чтобы я была привлекательна и востребована, значит, я должна выглядеть молода. Эталон, которому на подсознании следовали, исследуют девушки всего мира – кукла Барби. Почти 60 лет с момента выхода первой Барби все куклы этой марки обладали исключительно модельными параметрами, были высокими полногрудными красотками. Большие глаза, маленький носик, непропорционально худые ко всему телу ноги и осиная талия. Создатели куклы Барби не раз подвергались критике за то, что формируют у девочек неправильные эталоны красоты. 2016 год стал настоящей революцией в кукольном мире. Компания-производитель всемирно известной Барби начал выпуск новой серии, расширив ее куклами разной комплекции – полнушками и миниатюрными барышнями. Та же кукла и худощавые модели на подиумах, принято считать, рекламируют моду на худобу и становятся последствием нервной анорексии у девушек, что в корне неправильно, утверждают специалисты. Девушки, страдающие нервной анорексией, они обладают определенными личностными особенностями. Это высокоинтеллектуальные девушки, которые стремятся быть лидерами, которые добиваются высоких успехов в учебе, которые стремятся быть лучше всех. Но, с другой стороны, они обладают хрупкостью в эмоциональной сфере и сфере отношений. То есть они более восприимчивы к различным психоэмоциональным стрессорам, особенно если это касается межличностных отношений. Но в Беларуси все-таки акцент делают на природную красоту. Если говорить о профессиональном модельном бизнесе, то мы посмотрим модели 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов прошлого столетия, и мы увидим, что это девушки не похожи друг на друга. И ты становишься королевой подиума или королевой глянца только тогда, когда ты на кого не похож. В принципе, в мире моды тенденция сохранилась и сейчас такая. Добрый день! Ой, пожалуйста, проходите. Пожалуйста, проходите. Рада вас видеть. Уж кто-кто, а она точно ни на кого не похожа. Ирина Азаренок – знаменитая, очаровательная толстушка Могилева. Рамки и идеалы не про нее. Ирина и себе во вкусняшках не отказывает, и гостей голодными из дома не выпустит. Я не понимаю людей, которые отказываются от жареной картошки, хотя с годами, в общем-то, вы знаете, я ее разлюбила. Я очень люблю сладости, я очень люблю конфеты, я очень люблю пироги. Ирина Азаренок свои объемы не стала подвергать голоданию и пластической хирургии, а просто превратила в плюсы. У меня был в жизни очень большой комплекс по поводу своего веса, по поводу своей полноты, и я очень болезненно на это реагировала. А потом, в общем-то, вот этот конкурс «Очаровательная толстушка», наверное, разбил все мои стереотипы, и я посвятила его участие в этом конкурсе, посвятила своему режиссеру Эдуарду Яворскому. Самое главное – правильно себя подать, уверена Пышка. Ирина Азаренок не первый год участница шоу «Пышки 3ХЛ» и своих коллег девушек «Сайз плюс» учит жить в радости. Надевать не стану юбку узкую, чтоб казаться чуточку странней. Я люблю свою фигуру белорусскую. Как там говорится, все при мне, все при ней, хотя всего в достатке, даже кое-где и в избытке. Я богиня сливочной помадки или жрица шоколадной плитки. И в моих окружностях таится, кажется, загадка мироздания. Вам такой худышки не добиться, амплитуды бедер колебания. Аромат из добы источая, я себя впечатываю в вечность, собственный стандарт провозглашая. Сто, еще раз сто, и бесконечность. Я всегда с очень большой радостью, с большой любовью и с большим уважением отношусь именно к идеальным фигурам. Мне очень нравятся худые женщины с красивой фигурой, с красивым бюстом, с красивыми ногами. Но у нас, к сожалению, женщины не всегда умеют за собой следить и не умеют за собой ухаживать. Это очень большой-большой минус женщин. Женщина в любом весе, в любом возрасте должна выглядеть приятно, должна выглядеть прекрасно, должна иметь маникюр, педикюр, прическу. Я считаю, что я очень счастливый человек. Я состоялась как женщина, я состоялась как мать, я состоялась в новом ракурсе как теща. Меня дитёк называет матушка, мне это очень приятно. И, в общем-то, у меня нет вопросов никаких. Но вы старались когда-нибудь, и вот хотелось похудеть? Вы знаете, я не скажу, что я не старалась не похудеть. Да, было время, когда я сидела на каких-то диетах, и очень супермодных, и на кремлёвских. Ну, ведь это всё смешно. Полные, худые, с измождёнными лицами от бесконечной подгонки себя под стандарты или с силиконовыми формами. Мода на тело и идеалы циклична. Может, и не стоит себя подгонять под рамки. Вдруг вы скоро станете идеалом эпохи. Мы попросили наших героев поделиться своими взглядами на то, какой они видят современную девушку, и какой видят её в будущем. Может, для кого-то они станут определяющими. Мои друзья, коллеги по работе, мужчины, опять же, я же мужчина, всем нравятся девушки с формами, с такой, достаточно такой выраженной грудью, с узкой талией, с хорошими бёдрами, с не очень худым лицом и ухоженными волосами. И вообще, я считаю, что нет какого-то стандарта или эталона. Поэтому мы говорим о том, что не нужно прятать свою естественность, свою красоту, натуральную красоту за слоем макияжа, за слоем тонального крема или каких-то нарощенных ресниц, что нынче встречается тоже очень часто. Бедные девушки, у которых глаза просто падают, они не могут открыться, потому что у них накладные ресницы. В человеке должен быть стержень, должна быть аура. Женщина должна, она должна светиться. Какая у неё фигура, это уже дело вкуса разного мужчины. Она засветится. А светиться она может только от радости, то есть то, что приносит ей радость. Если она мускулистая, ну, значит, ей так хотелось, значит, к этому ушла. Если она не такая мускулистая, как кажется, или там более такие пышные у неё формы, значит, она в этом получает комфорт. И, соответственно, женская красота, она многолика. Её невозможно поставить в какую-то рамку. Вот такая должна быть, как раньше. Помнишь, 60-90-60. Это бред сивой кобылы. Я считаю, что женщина мне нравится, которая над собой работает. Главное, что человек красивый, либо полный, либо неполный. Главное, что он совершает, какие он поступки, какие он действия, какой он по натуре человек. Вот это красиво. А полнота, как я говорила в одном интервью, это дело десятое.